привет друзья радовать вас у себя на канале и как я обещал что скором времени нас будет инквизитор через статую тренировки но сегодня я хочу посмотреть патруль посмотреть кто играет для сам этаже потому что один раз я вроде бы за все время записывал 13 этаж патруле потом это был 10 11 12 там 9 даже тыкались и на 13 мы больше не возвращались поэтому сегодня я посмотрю как это вообще будет играть в копчике чтобы примерно понимать что потом записывать сладом тренировки на какой урон рассчитывать сажать поудобнее кто кушает приятного аппетита маленькая пауза и будем смотреть на этого по названием инквизитор я очень часто и на стримах и в чатике вижу что вы ребята не знаю где закупаться в расширяли поэтому для вас открываю маленький секретик ну для кого-то он же не секретик сайт bk play shop 148 стандартный сайт где вы можете купить это официально сайт разработчиков а любое предложение которое захотите еще совсем недавно разработчики добавили приятный бонус в 10 процентов бонуса при покупке на каждое предложение если вы хотите купить 5500 кристаллов вы покупаете предложение плюсом идет 10 то есть 550 чтобы это купить вообще ничего сложного не надо нажимаем тык тык выбираем свой айди в игре выбираю свой айди здесь есть вариант вести секретное слово вы можете вести мое секретное слово я буду безумно благодарен а когда выводите москве на снова и дальше оплачиваете покупку мне приходит уведомление я вижу сообщение которое дальше вы можете написать здесь пишем и молодец вот я увижу что я молодец вы напишите я увижу и в принципе все сообщения которые мне приходят я вижу и безумно благодарен потому что для меня это прям огромная поддержка и мотивация для делания видео и стримов все дальше нажимаем отправить вылетает окошечко с покупкой где мы можем выбрать любой удобный способ оплаты здесь из киви здесь избир карты подходят некоторые белорусские украинские российские в принципе как хотите так и платить и еще сложного но это у меня это у меня проблем у вас все будет отлично всем спасибо и приколь видео так очень быстро находится игра в этот раз и у нас саппорт на саппорт с ведьмой котлом шаманом здороваемся я такого честно не ожидал увидеть давно и такого не видел так куртка у него на крит принципе неплохо учитывая что там даже есть свет точку роста мы сразу делаем ренакс закрываем инквизитора и начинаем раскачивать он нам докачает я там взял зипсада он нам все это дело все равно потом докачает но блин как же я не ждал я три катки искал на самом деле река таки искал чтобы найти какого-то соперника и во всех трех катках у нас были люди которые состоянии сами пройти там нахрен без моей помощи этот а здесь вот саппорт саппорт которого я максимально не ожидал увидеть надо сразу немножко раскачает стол совсем чуточку чтобы потом он начинал закидывать я надеюсь он сразу шаманов не будет кидать потому что если он закидает нас шаманами то может быть может быть я не успею на стакать ведьму сейчас мне вообще нужно первая дряда чтобы как-то или чтоб инк прокачался чтоб я дряда к него отдал талант меня какой аталант меня на фею урона погорячился первую дряду наверное в статую отдавать надо было сразу скопировать эту хренатень я тоже уберу ну зато сразу сделаем высокого инквизитора плюс точку роста тоже надо подкачать принципе молодец он сразу не кидает ничего то есть человек скорее всего понимает где он находится чему надо от жизни ликстр у него 6 амулет правда он поставил себе на урон хотя у него урон почти никто наносить не будет ну и вместо лука конечно же конечно же должна быть должен быть посох на ману так убьем же давай давай хорошо все первая ряда есть два три четыре это так это так все 5 инк 4 статуя братуха будет каждую волну нам пропускать мобов но я надеюсь мы это все дело убьем и сделаем кучу стаков на статуи п с этим было бы полегче то есть у нас вообще всю игру никто не руинил но опять же я не знаю сколько мы просто им этим пп через пару дней выйдет видео с тренировкой складом где мы вдвоем будем на этой хрена тени играть и вот чисто взял потренироваться опа золотая еще два стака добавляем и того уже 10 10 на 0 8 уже 8 процентов урона как бы приятно приятно жалко у него демонолога нету если он кидал демонолога маны конечно было бы побольше сейчас вообще можно подкопить скушается инквизитор я пробую брать статую и отправим ему какой-нибудь малик чтобы он все это дело кидал инквизитор уже стой за статуя им давным-давно не играл особенно темным если светлым еще как-то до фикса играли со статуей по темным я не знаю да такое было только наверное когда он выходил маны категорически нету и но у нас повышенный крит и на том спасибо так можно конечно рискнуть сейчас отправить ему смолик чтобы он все это дело кидал но я не хочу чтобы здесь высокие пешки были в этой статуе где нам надо набивать урон еще одна ведьма еще одна пятая статуя здесь третье здесь первое так ведьма сюда еще не попала ладно хрен с ним 200000 криты при учете того что у нас мало стаков и на статуи и инквизиторе это нормально чисто теоретически можно разогнать пвп это прям дико но опять же есть повезет если не будут огнерыки сбивать щит если там не будет кто-то другой сбивать щит опять же есть макака есть гроссмейстер есть кукловод кукловод наверное самый страшный босс из всех для инка ну что он ему прям руинит максимально братуха ждет когда можно начать кидать шимана все он нахрен я буду кидать когда хочу и меня не остановишь пробуем скрипнуть статуи и убрать сюда нормально все кидаем ему что можно только вот куда отдать вот сюда все все можно посидеть покопить ману он может раскидаться на повышать нашего нка который будет давать нам стаки мы купим а у нас не будет зипса у нас не будет зипсаны бедлама но 107 статуи и т7 инком по идее должно хватить раньше я бы вообще не переживал за это есть инквизитор был старый он просто сметал все теперь конечно инквизитор очень грустная пешка при учете 5000 крита 15 статуя переживаю что я могу бизнеса не убить боссов так быть не должно надо что-то ему менять надо что-то с таким у с уроном и пульте стада как я уже раньше говорил как культист надо все это дело подымать но нихрена подобного подымается чуть-чуть другие пешки или опускаются как монах две волны до бедлама я наверное пока что вообще ничего не буду призывать но у него и часики еще кстати вот за счет часиков урон мы будем настакивать быстро за монополем и все и вот под ведьмой криты уже почти миллион при учете того что это очень быстро инк еще может быстрее на 100 5 нам больше миллиона будет вы тоже увидим чисто на бедламе пробую призвать еще чего-нибудь на добиваем стаке и вот за счет того что инквизиторы будут съедаться с этих точек можно находить их вокруг статуи вкидывать в них ряд и блин урона будет дохрена если мы сделаем хотя бы 200 b на этом пп это будет прям успех успешный успех последний раз визитом я стоял 30 и это был прям прям мой максимум вот статую надо убрать не подумал я над этим пока сделаю так не хочу что потом 2 появилась раз бедлам чеку убьем потом подумаем что делать поехали неплохо но как я и говорил видите рая статуя как я и говорил и даже с не активными статами более-менее мы это дело убиваем какая третье зачем мне третья статуя он и ман и ман и немножко я надеюсь он сейчас видит что у меня стоит 3 статуя что кидать не нужно нужно немножко переждать пока я уберу нас так ведь ведьм не надо еще не насрать ему все 5 5 статуя еще какая-то все 7 ink а чё там был не 7 этот момент упустил пора доставлять пятую статую куда-то я не знаю куда просто куда-то доставим немного не успел я он наверное просто понял что мы в любом случае это дело должны пройти и все и просто скидывает все подряд сюда 4 ведьма да в копе это конечно ужасно смотрится потому что маны нету особенно когда соперник на саппорте вы не можете быстро убивать волну и это все длится просто вечность маны вы почти не получаете волна соперника проходит сначала вы убиваете свою потом они доходят очень медленно и копчик из условных 20 минут превращается в катку там нахрен на полчаса а сейчас нас будет выходить пиццу не я нажму зипсап от нее и посмотрим что там будет вообще по урону урону нормально нормально по урону он понятное дело все это дело будет пропускать и это 22 стака на инке 24 на статуе плюс не раскаченная точка роста плюс надо обязательно точку роста докачать хотя если за 20 он сделал всего лишь три слияния в ней дальше я ну не знаю что с ней делать статуя 25 зевсом нам больше принципе ничего не отвечать не надо ну да маны категорически мало я всегда стараюсь копчик ставить либо куртку на скорость либо куртку на ману на ману на прям полезное потому что можно стал дружище раскачать но если вы знаете что там если вы с напарником идете с плана то можно смело ставить куртку на скорость потому что у него прокачка достаточно просто за счет куртки на скорость он будет еще быстрее убивать но лучше конечно ставить куртку на ману чтобы не было такого что я вот сижу и меня прям вообще не хватает маны даже при учете того что он раскачал мне стол если позица не было не было саппорта и у него была куртка на крит я бы очень долго это все дело раскачивал окну что-то больше миллиона мы пока не можем пересилить кейт это прям как-то грустно выглядит сделаем вот так 14 процентов плюс так плюс рост вот так сделаю а отчетом . зевца айтам . зевца еще потолите на нахрен главное сделать 20 так а правильно до 20 стаков нормальный урон после 20 какашка а это я сделаю так так и 3131 уже приятно чуть делать со статуей вопрос со статуей хрен пойми что делать давайте еще так еще одна волна у нас есть чтобы найти статую и нас не приговорил вирус потому что нас на столе им и прекрасно понимаете что это может быть если инки не пропадут и он попадет нам условно статую сразу собьется щит потом пойдет замедление за нахрен здесь происходит у статуя а можно еще раз сюда шаманом потому что мне уже каши какая-то на столе братуха пощади поехали не все это 7 ведьма еще одном нормально минус щит пойдет сейчас найдем его обратно не знаю зачем я жму зевца это уже какая-то привычка а минус моноапы но это не страшно у нас уже не максимальная братухи все тоже нормально и смотка конечно прикольная по ощущениям блин очень хорошо это стоит сглазить конечно не хочется но мне нравится скорость атаки от скорости атаки будет зависеть молоты с 15 таланта и соответственно скорость на стак урона 14 таков ведьма плюс за счет ведьмы она будет шотать быстрых монстров где-то когда мы будем тыкать высокого знаменосца ведьма еще будет подчикивать получается задних мобов чтобы они не выбегали вперед и у нас заново не начиналось накапливание урона то есть не нормально я думаю пупы мы этим постоим дайте мне два дня и я дам видео где мы стоим 200 бы вот прям хорошее видео на 200 бы я вам сделаю я вот чувствую хоть урона и нету как убивать босса в 1 бы я тоже пока не понимаю но мне кажется можно это раскачать если даже так мы смогли сделать 35 стаков условных тут 33 могу ли я сделать вот так лишь могу просто там от найти ну и вот 3 миллиона и миллиона есть скрита под зевцом будет еще больше главное это огнерыки конченные огнерыки вот сейчас если статуя не найду будет печально потому что макака уже выйдет высокая будет больно неприятно еще одна волна у нас есть шамана ничего будет кидать например ведьму 4 братуха дай мне есть же 3 не на что приход маны вообще маленький пару пешек показал ну могу призвать разве тут всегда так было 40 стаков здесь у нас ну давай маны чуть-чуть мне вина тень какая-то о нормально пойдет сейчас макака получит давайте сюда я готов эти 37 миллионов улетели очень неплохо да у него стоит там трое часиков но это прям три первых часиков говно из того что я думаю они у него уровня девятого то есть урон прям очень хороший скорость таки очень хорошая если получится как-то оживить такого нка это будет приятно если он с зевцом заиграет он заиграет и с русалкой можно будет двигаться потому что состав ты сейчас все пытаются играть светлым но светлый прям категорически не играет а вот темный темным прям можно будет оба шестой инк суета какая это еще 6 таков 48 и нормально шалеть очень долго мы все это дело убиваем максимально непривычно я привык что мы заходим копчик мы вот там 18 19 минут это все дело тыкаем все саппортом я давно не играл я даже не знаю демонолог должен быть прям обязательно ведьма шаман часы котел может не просто демонолога нету скорее всего да скорее всего просто нету пару пешек и зовем и даймана на статуи наверное статуя хрен с тобой так 50 стаков у нас на инке а сейчас будет 52 38 на статуи и все ассасин должен просто отсвистеть куда-то в космос зевс забыл все то есть 63 миллиона вообще не проблема выйдет второй должен тоже выходить второй тоже домой нормальный урон нормальный урон здесь можно по на призывать чуть-чуть подкопить ведьмочек скопировать еще инков что у нас там ведь и аритная поддержка это бредятина это сюда плюс точка роста 26 и все и все как бы мощно мощно ребята мощно завтра сажусь записывать клянусь я сделаю просто триллиард триллионов урона а по минус щит вот сейчас начинается проблема как только сбивается щит начинаются проблемы теперь надо нам дождаться пока нам съест инков я конечно могу их соединить под статую но тогда я потеряю 5 процентов урона за два этих поглощения мне даст 5 процентов урона если я их соединю под статую мне дастся всего лишь 08 до позицион конечно и статуи урон гигантский и учусь того что меня даже не 15 статуя если по ночью броню резала еще больше скорости атаки давала там процентов к 20 еще добавится сейчас щит появится на призываем кого-нибудь все щит есть поехали вам метеорит мы все и все я думаю дальше призывать нет смысла чтобы мы там какую-то левую статую не нашли это дело убили почекаем боссов посмотрим на финальный урон они там 100 миллионов должны выйти и какие-то выводы наверное сделаем короче просрала все-таки статуя хотел спокойно до сидеть подождать свою статую но я ее просрал как обычно еще нового и вот с этих мобов я наверно 1300 маны не получу на призыв будем убивать в неактивном состоянии ну даже так принципе волна тыкается уверенно главное что в темный священник с вирусом не зарыли нас слушать это отлично даже без активной статуи мы просто уничтожили темного а мне сейчас не собьет щит или она почистилась а у нас же на статуи щит как мы вообще неуязвимая получается и вот даже без веса отлично портуха спасибо за игру да это было долго но те кто берут получается саппортов коп они надеются пройти 100 процентов там золотой не золотой чтобы не рисковать и это тоже в принципе правильно по шмоткам еще раз конечно я все сказал что там должно было быть абсолютно все другое что это что это что это я таким наверное папа и буду играть владом а куртку уберу и 200 б ждите брать ждите 200 б я сделал может быть получится и больше за анонсу это в telegram поэтому кто не подписан telegram подписывайтесь ссылочка есть в описании там помогает скобочком со всеми делами есть у нас чатик также для общения за просмотр также всем огромное спасибо за код автора благодарю безумная поддержка мотивацию надо поднять и все будет отлично на этом что я погнал увидимся следующих видео а следующее видео будет king тренировки на 200 пока друзья